Боевые самолеты. Лак-3 гроб или рояль. Осмысление удел времени. Чем больше проходит времени, тем лучше можно осмыслить что-то происшедшее. Я дважды уже обращался к этому самолету, и вот третий раз. Возможно, Бог любит Троицу, а вообще-то, просто заново перечитал об этой машине. Вдумчиво, потому что хотите верьте, хотите нет не отпускает. Есть мнение, не только мое, что всю предвоенную триаду истребителей надо разобрать заново и облетать мысленно. Но начнем с Лак-3. Начнем смотреть с Испании, где нам очень сильно врезали по самолюбию немцы. Неприятно, но выяснилось, что страна, которая вместе с нами стартовала с нулевой отметки после Первой мировой войны, обладает более качественными самолетами. А И-16 вдруг стал просто хорошим самолетом, в сравнении с МИ-109, который оказался лучшим. Сталин очень неолюбил, когда прилетала по самолюбию. Более того, что бы там ни говорили, камень в огород всем вещавшим из-за границы на тему нас придали, а Иосиф Виссарионович был далек от мысли о шашлыках под Кахетинского с Адольфом Алоизовичем. А потому сразу после разбора полетов в небе Испании в прямом смысле слова отдал приказ о начале работ над самолетом, который сможет противостоять Мессершмитту. Проблема состояла в том, что изрядная часть конструкторов находилась в режиме вынужденной посадки. Не берусь судить, насколько реально создать что-то творческое, находясь фактически в заключении, но думаю, что прорыть канал и спроектировать самолет все-таки разные вещи. Сталин проник со ситуацией с внезапным преимуществом немцев. Потому к участию в конкурсе на создание нового фронтового истребителя пригласили реально всех. Даже тех, кто считал себя конструктором, не имея на это особых оснований. Об этом можно прочитать у Александра Яковлева в цели жизни, если что. Но были и специалисты высокого уровня. Поликарпов, Гуревич, Яковлев. Были и те, кто хотел доказать, что он на конкурсе не просто так. Владимир Петрович Горбунов занимал должность начальника самолетного отдела наркомата оборонной промышленности. Семен Алексеевич Лавочкин был его прямым подчиненным, куратором одного из авиазаводов. Правда, Лавочкин имел опыт работы по созданию самолетов. Он работал с Григоровичем и Чижевским, но ни один самолет в серию не пошел. Горбунов тоже имел впечатляющий опыт работы. Более того, он, можно сказать, был даже более опытным конструктором, нежели Лавочкин. Горбиновым был создан ряд узлов, и он принимал непосредственное участие в начале серийного производства самолетов ТБ-3, СБ, Р-6. У Лавочкина был проект истребителя с мотором водяного охлаждения. Почти готовый. Горбунов предложил внести на рассмотрение полетбюро предложение построить этот самолет. Горбунов и Лавочкин предложили то, от чего в правительстве просто не могли отказаться. Они предложили цель на деревянный самолет. Работая в наркомате авиационной промышленности, они великолепно представляли себе возможности авиационной промышленности страны. К тому времени деревянные конструкции стали анахронизмом во всем авиационном мире, в том числе и у нас. Однако острейший дефицит дюралюминия душил на корню все потенциально прогрессивные разработки. И это первая негативная составляющая в авиации того времени. Да, металл давал огромную экономию веса. До 40%. И этот вес можно было использовать по-умному, как это делали немцы. При соответствующем моторе они запихивали в самолет потрясающий боекомплект, радиостанции, кислородное оборудование, которым реально пользовались, радиополукомпасы и даже системы ответа свой-чужой. Не для самолетов, для ПВО. Полезнейшая вещь. Двигатель у нас тоже был проблемой. Все, чем фактически располагали в СССР, это лицензионный Hispano Suizer 12 и мощностью 735 LS, который нам любезно продали французы. Отталкиваясь от базы этого двигателя, в разработке 1932 года, Владимир Климов фактически совершил подвиг, вытащив из откровенно слабенькой базы моторы М100, М103, М104, М105 и М106 различных модификаций, увеличив мощность почти вдвое. Последний, М106, как раз и планировал Лавочкин установить на свой самолет. Сразу скажу не срослось, и более того, заострю на этом ваше внимание. М106 должен был выдавать 1350 LS, но не выдал. Мотор разрабатывали с 1938 года, в малую серию он пошел только в 1942 году. Так что самолет у Лавочкина был уготован в сету GM-105P, который выдавал всего 1050 LS. Естественно, корпораторный. Для сравнения, на М109E ставили двигатель 601A с непосредственным впрыском топлива, мощностью 1000 LS, а вот на М109F уже DB 601N мощностью 1200 LS. Плюс цельнометаллическая конструкция. Вот вам и отставание нашего самолета изначально. Тем не менее, Горбунов и Лавочкин рук не опустили и начали работу над самолетом. Цельно-деревянная конструкция архаизм. Мотор, скопированный спусть и не самого плохого, но устаревшего тоже не подарок. И тем не менее. Кстати, возможно, уже у некоторых возник вопрос, почему я говорю только о Лавочкине и Горбунове. Все просто. Гудкова тогда в их команде просто не было. Гудков Михаил Иванович. Интересный исторический момент, когда Горбунов и Лавочкин шли на прием к Кагановичу, нарком тяжелой промышленности в тот момент, ведал такими вопросами, то Гудков уже был у него в приемной. Вся троица была знакома еще со времен обучения МАИ. Все трое из первого выпуска этого славного вуза, потому на доклад вошли втроем. Хотя у Гудкова была вообще иная тема визита, он, как и Лавочкин, курировал один из авиазаводов. Горбунов рассказывал интересно и ярко, и увлек Кагановича проектом. И нарком решил, что все трое являются авторами самолета. А Гудков, тоже загоревший со созданием истребителя, упросил однокашников взять его в команду. В целом, если смотреть серьезно на работу Гудкова по лагу и его самостоятельные проекты, то можно уверенно сделать вывод о том, что как конструктор он остался недооцененным. Триумвирату повезло, для работ по самолету их направили на завод, где работал главным инженером Леонтиевич Рыжков-человек, разработавший технологию изготовления дельта-древесины, то есть горячего прессования березового шпона, пропитанного спиртовым раствором феналформальдегидной смолы. Слои склеивались клеем VMZ-B. Дельта-древесина использовалась в конструкции самолета, из нее изготавливались полки лонжеронов, нервюры, некоторые узлы передней части фюзеляжа. Но не весь самолет, как это утверждают сегодня. Изначально сложился такой расклад, проектированием и технической документацией занимался Лавочкин, как автор изначального проекта, Горбунов общим руководителем работ, Гудков занимался производственными вопросами. Испытывались пробные экземпляры самолета фактически параллельно с И-26, будущий Як-1, Яковлева. И, естественно, сравнивали с ним же. Оба самолета государственных испытаний не прошли по причине своей сыроватности и множественных отказов. Но и И-26, и И-301, были рекомендованы к запуску в серию для полевых испытаний. Недостатков у будущего ЛАГа было много. Жара в кабине, плохой обзор вперед и в стороны из-за некачественного остекления фонаря, перегрев воды и масла при наборе высоты, справедливости ради стоит отметить, что если кто игрелся, так это и ковлевский самолет, большие нагрузки на ручки от элеронов и руля высоты, недостаточная продольная устойчивость, предельные нагрузки на опоры шасси при посадке, отсутствие посадочной фары и радиостанции. А вот немного проигрывая в скорости и маневре, где И-301 выигрывал, так это в вооружении. 23 мм пушка конструкции Таубина и два синхронных крупнокалиберных пулемета БС, да еще и возможность установки двух шкасов. И 26 с 20 мм шваком и двумя шкасами был, мягко говоря, не конкурент. На лицо получился принадлежащий доводке весьма и весьма серьезный самолет, ничем не уступающий МИ-109 в плане скорости, и намного превосходящий его по вооружению. Но да, самолет под угробили. И вину за это я возлагаю на наркома авиации Шахурина и начальника ВВС РК КАС Мушкевича. Кому в голову шарахнула довольно бредовая мысль о срочной необходимости увеличения дальности полета самолета до 1000 км, сейчас мы вряд ли узнаем. Но Шахурина и Смушкевича задачили конструкторов. Между тем это довольно непростая задача, тем более что установкой, скажем, подвесных баков она тогда не решалась. Кстати, пойди конструкторы по такому пути, неизвестно, что бы получилось. Но они добавили два кессон бака в крылья. В результате самолет смог пролететь 1000 км, но летные характеристики вполне ожидаемо упали. Зато возросла нагрузка на шасси, к которому и без того были претензии. Так, собственно, и появился ЛАК-3, а ЛАК-1 это та же самая машина, только трехбачная. Кстати, Яковлев, у которого И-26 имел дальность полета в 700 км, на сотню больше, от увеличения он и как-то умудрился открутиться. В конце 1940 года Лавочкин, Горбунов и Гудков за создание И-301 были удостоены сталинской премии первой степени. За терпение в том числе. А машина пошла в серию. Осмушкевич был через год арестован и расстрелян. По весьма своеобразному обвинению, в том числе и за снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и увеличение аварийности в военно-воздушных силах. Пожалуй, что соглашусь, эти эксперименты налогом можно вполне провести и по такой статье. Не стоит скрыть, что самолет вышел более чем крепким, несмотря на полностью деревянную конструкцию. По крайней мере, крепче Яковлевского точно. Случай, конечно, беспрецедентный, поскольку после лага деревянные самолеты появлялись в других странах, но однозначно они были не столь успешны. Не надо приводить в пример британский москита, он изначально не рассчитан был на маневренный бой, а на то, чтобы, пользуясь скоростью, просто сбежать. И делали его не из сосны и березы, а из бальсы, которую привозили из Южной Америки. Да, из этого дерева Турхиер дал свой плод комтики построил. Все остальное деревянное, в том числе и у немцев, под конец войны летало еще позорнее. Но самое неприятное началось с началом серийного производства. Понятно, что штучное производство ВОКТ всегда лучше массового. Из частей, куда отправляли новые истребители стали пачками приходить рекламации. Список был весьма обширен. Подламывались стойки шасси, дополнительные два топливных бака, отказы механизмов уборки и выпуска шасси, дополнительные два топливных бака, отказы вооружения. Самолеты явно не выдавали заявленную скорость, об этом чуть ниже. Отсос потоком посадочных щитков, очень ограниченный обзор в задней полусфере, тенденция к срыву в штопор на малых скоростях. Усиление элементов шасси и улучшение развесовки машины добавили к весу еще почти 100 килограммов. В итоге всех работ максимальная скорость полета упала со 605 километров в час до 550-555 километров в час. И тут я развенчаю один миф, точнее, вранье. Многие эксперты сегодня рассказывают с придыханием, как в частях ненавидели лак-3 и называли его лакированный гарантированный гроб. Но это люди, которые умеют только врать и совершенно ничего не понимают в самолетах. Простим, может быть. Так вот, когда еще и 301 первый раз выкатился на свет Божий из ангара, то всем понравился глубокий темно-красный цвет полированного лака на дереве. И самолет тут же получил прозвище «Рояль». А пролакированный гроб придумали горе сочинители от истории. Задумайтесь, уважаемые читатели, как долго протянет в условиях войны темно-красный самолет. Правильно, недолго. Но у нас в авиапроме идиотов не было. И Лавочкин, Горбунов и Гудков были специалистами. Итак, что мы имеем, если хорошо вдуматься в факты? А мы имеем самолет, который старательно гробили. Причем гробом его делали не конструкторы-предатели, а начальники над конструкторами и существующий порядок дел в авиапроме. Троицу конструкторов лагопринято упрекать в том, что они создали этакий недосамолет для нищих, деревянный, убогий, неманевренный, слабо вооруженный и так далее. Короче, гарантированный гроб для летчика. А между тем, вместо двигателя мощностью 1350 лс, пришлось ставить двигатель мощностью 1050 лс, двигатель с турбокомпрессором тоже не был готов. Увеличение количества топлива, а, следовательно, всей массы самолета примерно на 400 килограммов. Ослабление вооружения, пулемет вместо пушки. Усиление шасси вследствие установки топливных баков. Применение дерева и дельтадрельсина вместо металла. И кого прикажете тут упрекать? Лавочкина, Горбунова, Гудкова или кого-то, кто создал весь выше приведенный список проблем? Так ладно, с началом войны эксперименты продолжились. И, кстати, продолжились они не с облажавшимся МиГ-3, не с Як-1, с которым тоже все было ясно, а почему-то только слаг трех. Но сын трех конструкторов почему-то вполне нормально перенес переделку его из истребителя в ударный самолет. Шесть путь для РС-82. Не вопрос. На крылья. Тащим. Бомбодержатели на корни крыла или фюзеляж. Ставим ДЗ-40 и вешаем на них бомбы. Фугасные ФАП-50, осколочные АО-25М и ФАП-50М или химические ХАП-25АОХ-15, ВАП-6М, выливный авиационный прибор для химитравы, ЗАП-6, зажигательный прибор для фосфора. Мало РС-82? Хорошо, давайте РС-132 подвесим. А чего не подвесить, если лак тащит? Ну да, слава богу, все-таки от крыльевых баков отказались, пятибачные самолеты после 1942 года только в Грузии делали. Зато сразу придумались подвесные избросываемые бачки на 100 литров. Уважаемые читатели, вы видите тут убогий рус фанер или гарантированный гроб? Лично я нет. Я вижу самолет, за счет которого выезжали в любой неудобной ситуации. Реального воздушного рабочего войны. И его модернизировали и улучшали все время выпуска. Причем распавшийся триумвират конструкторов делал это независимо друг от друга. Все трое трудились над улучшением своего самолета как проклятые. Приведу пример, чтобы не быть голословным. Не всегда жалобы на самолет были реально промахом конструкторов или производственников. Как показала практика, и архивы завода в Нижнем Новгороде, зачастую самолет просто неправильно эксплуатировался. Многие летчики в своих мемуарах говорили о том, насколько низкой у нас была культура обслуживания техники. Например, архив завода номер 21 в Нижнем Новгороде, тогда Горький, сохранил жалобу от командования 5-го гвардейского ИАП. Весной 1942 год командир полка написал рапорт, в котором указывал, что максимальная скорость ЛАК-3 меньше заявленной на целых 50 км в час. В полк срочно вылетели летчик-испытатель НИИВВС Прошаков и ведущий инженер Рапкин. Заключение было следующим. Самолеты действительно не добирали в скорости. Причиной тому стали следующие выявленные обстоятельства. Полеты со снятой сдвижной частью фонаря кабины. Установка перед лобовой частью фонаря щитка для уменьшения забрызгиваемости маслом. На всасывающие патрубки воздухозаборников нагнетателя мотора установлены металлические сетки для предупреждения попадания пыли. Летчики в полете ставили заслонку водорадиатора лишь в два положения полностью открыто или полностью закрыто. Опрошенные пилоты слабо представляли на каком режиме работы мотора самолет развивает максимальную скорость. Вывод специалистов – полная безграмотность и неподготовленность как летного, так и технического состава гвардейского полка. Из всех причин уважительно являлась одна открытая фонарь кабины. Серьезно. Без шуток. Истребитель 1940 года на равных мог сражаться с чудовищем FW-193, у которого мотор был инжекторный, 1700 ЛС, да еще и с форсажем. У Меточка 109 Г-6 немного меньше 1470 ЛС и на равных. Но это же гроб. А тут уступая вооружении. Это когда у Фокера 4 пушки и 20 мм и 2 пулемета. Или пушка 20 мм и 2 пулемета 13 мм у Мессера. Чудно. Пора звать адвокатов. Так сейчас в соцсетях те, у которых трупами завалили называют оппонентов, которые доказывают, что у нас все было не хуже и не только трупами заваливали. Представляю команду адвокатов ЛАГ-3. Понятно, летавших на нем не в авиасимуляторе. Дважды Герои Советского Союза. Николай Михайлович, Скоморохов, Павел Яковлевич, Головачев, Василий Александрович, Зайцев, Алексей Васильевич, Аллилюхин, Сергей Данилович, Луганский, Павел Михайлович, Камазин. Герои Советского Союза. Федор Федорович, Архипенко, Андрей Михайлович, Кулагин, Георгий Дмитриевич, Костылев, Григорий Денисович, Онуфриенко и еще более 20 человек, летавших на ЛАГ-3. Костылев и Кулагин вообще рекордсмены, сбили на ЛАГ-28 и 26 вражеских самолетов соответственно. Многие эксперты заворчат, дескать, а сколько было сбито немцами, а сколько не смогли стать героями и так далее. Обычные либеральные сопли. А столько же, сколько погибло пехотинца в первой атаке. В процентном отношении. Это война. Кто-то смог, кто-то нет. Вопрос умения и удачи. Очень легко все списать на плохой самолет. А по факту, получается, он таким не был. Его портили все, кому не лень. А он продолжал оставаться боевым самолетом и нес свою службу до конца войны. Да, не на главном направлении, в ПВО, на Карельском фронте против финнов. Но тем не менее, я очень рекомендую тем, кто не знаком, ссылочка в конце, прочитать мемуары маршала авиации Николая Скомарохова «Боем живет истребитель». Там, может, и немного, но уделено внимание этой машине, на которой старший сержант Скомарохов начинал свой боевой путь. И попробуйте найти хоть одно слово о том, что машина плохая. Дело даже не в том, что тогда было не принято хаять, нет. Как раз товарищ Маршал, когда считал нужным, называл вещи своими именами. Источники.